Всем привет! Хочу поделиться своим жизненным опытом. Хочу рассказать о учении, которое поддерживает меня в жизни, имеет огромное значение для моей жизни. Я нашла это учение в 2007 году, но моё первое пробуждение состоялось несколько раньше. Более 20 лет назад, после достаточно серьёзного кризиса, меня в детстве учили, что бытие определяет сознание. И в какой-то момент в моей жизни я в это поверила. И попыталась жить так, как живёт, в общем-то, большинство людей на планете Земля. То есть так, как будто мы живём один раз, и от жизни надо брать всего много и сразу. И такое мировоззрение через какое-то время привело меня к серьёзному кризису, после чего было пробуждение от этого сна и такое ощущение, что за спиной появились крылья. Это было так замечательно. И в тот момент казалось, что так будет всегда. Но получилось немного иначе. Через несколько лет я почувствовала, что я опять увязла в иллюзии этого мира. И нужно опять пробуждаться. И вот когда я так подумала, я как-то шла по книжной ярмарке и увидела на прилавке книжечку. Вот такую книжечку. Когда я её прочитала, я поняла, что это то, именно то самое, что мне нужно. Я зашла на сайт, который был указан в этой книжечке, и нашла учение владык. И с тех пор я не проживаю ни одного дня без этих диктовок. Поначалу я читала их много, много и просто запоем. И невозможно было оторваться, потому что в них было столько света, столько энергии. Но потом стала читать немного более упорядоченно, по одной диктовке, по одной, по две диктовки в день. И каждый день я пью этот свет и просто насыщаюсь вот этой энергией. Я получаю столько информации. И удивительное дело, что одну и ту же диктовку можно читать несколько раз в день или через несколько дней, к примеру, и находить в одном и том же тексте новые смыслы. Это так удивительно, каждая диктовка, каждый текст настолько насыщенный информацией, настолько информация многослойна, что ты каждый раз читаешь, и всё время как будто бы в первый раз. Это очень удивляет и просто завораживает иногда. Я даже не знаю, какая из диктовок самая любимая, потому что важна буквально каждая. Но самые главные мысли, которые для меня были важны, важны в этих диктовках. Это, во-первых, то, что для того, чтобы двигаться вперёд, для того, чтобы не завязнуть в этой иллюзии, нужно каждый день трудиться, каждый день подтверждать уровень сознания Христа, как говорят владыки. Вторая очень важная мысль — это то, что наш мир не случайен, что он закономерен, что он разумен, что в нём существуют законы, не только те, которым учили меня в школе, но в нём существуют законы гораздо более всеобъемлющие, такие как закон кармы. Мне очень хочется делиться вот этими моими новыми познаниями. Конечно, люди вокруг меня. Очень мало кто понимает, о чём я пытаюсь донести информацию, но я стараюсь, насколько я это могу, насколько в моих силах это делать. Я пытаюсь какими-то различными способами донести до людей мысли о том, что ничто в нашем мире не бывает случайно, что этот мир мы создали сами, что свою жизнь мы создаём сами, что мы несём за неё ответственность, за свою жизнь и за жизнь окружающих людей в том числе. Вот это главные мысли, которые я принимаю всей душой и пытаюсь их как-то транслировать в мой мир. Моя жизнь обрела совершенно другие смыслы, в ней появились новые темы, новые люди появились, конечно же. Хотя не всё так меняется, как хотелось бы, может быть. Но, тем не менее, я существую в каком-то новом энергоинформационном пространстве. Это здорово. И ещё очень важное, что я чувствую в этих диктовках, это ощущение, что мы не одни, что есть существа во Вселенной, которые не просто заботятся о нас, они нежно любят нас, и более того, они верят в нас. Вот это очень важно, что в нас верят. И очень хочется оправдать вот эту надежду на нас и вот эту веру в нас. Ну вот всё. Пока что всё. Вот. Пока... Продолжение следует...